За сутки боевики в зоне АТО усилили активность. Количество обстрелов существенно возросло по сравнению с относительно спокойными предыдущими днями. В ходе атак ни один украинский военнослужащий не погиб. Двое получили ранения. На Донецком направлении боевые действия ведутся лишь в западных предмещениях Донецка. С территории зруйнованного аэропорта и селища Спартак боевики несколько разов открывали огонь по передовых позициях сил антитеррористической операции со стрелковой оружием и гранатометом. А вот в селище Писки вчера было тихо. Те, что не спокойнее было на певдень от трассы Донецк-Днепропетровск. На передовых рубежах обороны у Красногорявска произошла перестрелка между боевиками и украинскими военнослужащими. Найбільш горячую точку вчера была Марьинка. Там боевики 12 разів порушили режим тиши, здебільшого в темну пору добы. Зокрема двіше противник відкривав огонь из винометів калибром 82 мм. На мариупольському напрямку режим тиши дотримується зразково. Львовяне инвестируют в зеленые насаждения. Местный активист Александр Шутюк запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств на высадку деревьев на проспекте Черновола. Сейчас там ремонтируют тротуары, вскоре появятся велодорожки. В связи с такой реорганизацией уже срезали старые тополя. Теперь планируют высадить 32 новых дерева. Деньги на озеленение участка выделяет районная администрация, но бюджета не хватает. Отметим, это уже не первая компания Шутюка и его коллег. В прошлом году они собрали около 30 тысяч гривен на высадку Сакур на улице Городецкой. Проект был успешно реализован. Озаботились зелеными насаждениями в Одессе. Напомним, в октябре в городе стартует масштабная акция озеленения по инициативе мецената Аднана Кивана. К участию приглашают всех одесситов. Для посадки выбирают лучшие сорта деревьев. Одна из школ Гондураса может претендовать на мировой рекорд. В ее стенах учатся 23 пары близнецов. Похоже, как две капли воды братьев и сестер, различить может не каждая. Часто их путают даже родители. Наш отец почти никогда не может нас различить. Поэтому всегда говорит, пусть близнецы сделают какое-то дело. Кто первый выполнит, то и ладно. В основном он не знает, кого отругать, потому что нас не различает. В местном институте тоже учится много близнецов. Преподаватели говорят, такие студенты иногда используют свою похожесть, чтобы выйти из трудной ситуации. Бывает, один из них вдруг заболеет. Тогда он отправляет вместо себя второго сдавать экзамен. А мы об этом так и не узнаем. Впрочем, различия между братьями или сестрами все же есть. И находятся те, кто их видит. В моем классе есть близнецы, мальчик и девочка. Есть и одного пола. Но я могу различить их, потому что один выглядит счастливее или серьезнее другого. Сами близнецы говорят, в своей похожести находят как преимущества, так и недостатки. Они проявляются, когда, например, их не узнают собственные друзья. Жители Данли не могут объяснить, почему в их городе рождается столько близнецов. Однако они считают это явление большим благом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова